Вопрос-ответ. Как найти пердуна, который будет мне все покупать? Пердуна, который будет вам все покупать, найти крайне просто. Объясняю. Есть дикое количество сайтов, на которых вы регистрируетесь и находите прямо целенаправленно, очень точечно себе пердуна. Пердуна есть на все вкусы, вообще цвета, расцветки, потребности из самых разных стран, возрастной категории. Можно найти американца, которому 98 лет, и он, вдовец, будет вас радостно содержать. Среди моих клиенток было дикое количество девочек, которые вот таким вот образом нашли себе седовласого пердуна. Как заставить парня помыться? Может не ходить в душ неделю, и ему нормально. Дело в том, что, скорее всего, в его семье было именно так заведено. По каким-то своим причинам. Может быть, просто мамулька такая же грязнулечка была, не было горячей воды, в баню ходили раз в месяц и так далее. Ну, могут быть самые разные причины. Соответственно, это действительно очень сложно изменить, если нет вот этой внутренней мотивации, во что бы ты ни стала, завоевать девушку, ей понравится, быть вкусным, ля-ля-ля-ля-ля, и так далее. Особенно в семейной жизни он, в принципе, уже всего достиг, всего добился. Возможно, когда он только-только-только как-то к вам подкатывал, он свои яички намывал. Но когда он уже на вас женился, и начался вот тот самый быт, все стало обыденным, вроде как и незачем, да, уже все мое, так сказать, везде удовлетворился и самоутвердился. Как здесь можно, какой хитрый здесь можно включить? Можно сказать, котеночек, смотри, вот это видишь у тебя лишай, а это на самом деле такое и бывает, да, вот так смотри, какой-то у тебя солнечный лишай, вот здесь обязательно нужно мыться мочалкой, иначе это потом разрастется по всему телу, будут вот такие жуткие язвы некрасивые, это все будет очень болезненно, все это перерастет у тебя вообще в псориасный редермит, это будет коркой отваливаться, ну, короче, его надо запугать немножко, да, потом вот смотри, ты помылся, видишь, стало лучше, стало лучше, да, и вот как бы запугивать его именно этим, ну, и напоминать его, что любимое нужно в душик, давай, давай, вот я тебе халатик, тапочки приготовила, смотри, тут у тебя мочалочка, вот тебе гель для душа, вот у тебя тут и шампунь и мягкое, теплое полотенце, все для тебя, любовь моя, понимаете, да, плюс вот периодически его запугивать. Ну, и вообще, а также можно ему внушить, что ты знаешь, на самом деле уже перешептываются, мне вот сказали, тут ты знаешь, что Валерка вонючий такой, вот мы хотели его пригласить на какую-то там конференцию, но потом подумали, он как придет, развоняется, все разбегутся, он нам все испортит, все мероприятие, поэтому ну куда такого зловонного, соответственно, ты понимаешь, да, тебя уже люди не очень хотят приглашать, то есть можно немножечко ему внушить вот эту какую-то социальные страхи, что ли, что он может лишиться друзей, может лишиться вообще общения, каких-то перспектив, что вот это, казалось бы, маленький такой нюанс, который он склонен недооценивать, может сыграть с ним очень злую шутку. Такой вопрос, как разобраться в себе и своих мыслях. Для того, чтобы разобраться в себе и в своих мыслях, в идеале, конечно же, походить к психологу, а не к подруге, по той простой причине, что подруга склонна перебивать, вставлять свои пять копеек в ваш диалог, и это как бы нормально, потому что дружеское общение, оно на то и дружеское общение, что оно подразумевает под собой общение в рамках пинг-понга, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. И как бы друг считает за собой вот очень важным и нужным что-то вам посоветовать, мгновенно, дико порекомендовать, навязать свою оценку, мнение и так далее, к чему-то вас принудить, заставить и прочее. В отличие от этого психолог все-таки, да, но я имею в виду действительно настоящий дипломированный специалист, серьезный психолог, соответственно, будет прекрасно понимать, что этого делать нельзя, да, ну и опять же вы должны оценивать вообще, он может получить этот диплом, он может быть специалист дипломированный, да, вместе с тем обладать такими, так сказать, нюансами, что вставляет каждые пять копеек, не дает вам сказать, но бывают такие, не очень, так сказать, качественные специалисты, соответственно, хороший психолог может очень даже в этом вам помочь, плюс хорошо вести дневник чувств и самоанализа, все, таким образом вы будете расставлять все свои приоритеты, расставлять все по полочкам. Еще у меня есть очень хорошее видео, как сделать правильную уборку дома, да, соответственно, очень там хорошая методика представлена, скручивать все в трубочку, напомните мне, как мне называется это видео, скручивать все в трубочку, сделать генеральную уборку один раз в жизни, то есть если ты правильно все рассортируешь в своей квартире, то и в твоей голове наступает абсолютный порядок, в противном случае, если у тебя дома хаос, то это ровно так же переносится на твою голову очень часто, и в голове, и в душе у тебя такой же бардак, хаос, ты не можешь разобраться вообще ни в своих мыслях, ни в чем другом. Так, нравится девушка, но мы оба пассивы. Странно. Нравится девушка, но мы оба пассивы. Мы обе пассивны. Мы оба. Это кто оба? Пассивы. Слишком похоже. Так, это мне пишет девушка. Ну ладно, тут может быть самоидентификация есть какие-то, да, то есть она может быть девушка, мы обе девушки, но я вроде как он, тут уже такое дело бывает, как говорится. Соответственно, ну и что дальше? Вот вы обе пассивные, вы обе такие розовые девочки-девочки, и что? Тут как будто бы есть какой-то стереотип, что обязательно должны быть ЖММЖ, что один должен быть активным, другой пассивным. Это стереотипа на самом деле. Постарайтесь от них избавиться. Да, вы две ЖЖ, и обе такие пассивные, обе розовенькие девочки-девочки, ну и что? Ну вот такие обе. В чем это конкретно, вот пропишите для себя прежде всего, в чем это конкретно выражается, какую сложность в себе несет? Вы не знаете, кто за кого должен заплатить, кто кому должен букет от цветов дарить, кто... Ну сделайте партнерские отношения, пропишите все это, да, давай мы с тобой обе будем друг за друга платить, сегодня ты за меня, я завтра я за тебя, давай обе будем друг другу цветы дарить, давай сегодня я приглашаю тебя в кино, завтра ты в меня, давай ты меня, давай сделаем такие партнерские отношения. Вот и все. В чем мы сложность, я не очень понимаю. Так, как запикапить пикапера, возможно ли это? Вообще пикаперы, мальчики, это, как правило, такие шлюхи, они гладранцы, все, что они умеют, это вот манипулировать девочками, они там где-то научились, как правило, мало что из себя представляют, ведут себя совершенно отвратительно, выучено, разучено, по-дебильному, вообще по-идиотски. Соответственно, имейте это в виду, нужен вам пикапер, уверены ли вы в этом, да, потому что обычно серьезный мужчина вот этим пикаперством не занимается, этим занимаются малолетние дурачки. Так вот, если он все-таки нужен, то возьмите на вооружение идею вот этого финансового благополучия. Пикаперы, вот эти шлюхи, они очень падки на это, то есть если вы хотите заполучить себе вот эту пикаперскую шлюшку, пожалуйста, наврите ей из три короба, что котенок, помоги мне подобрать Порш. Все, котенок просто обосрется от счастья, побежит, как дурачок подбирать вам Порш, вот и все, влюбился. Ну, нужна ли вам такая любовь? Так что вот, пикаперы, мальчики, это шлюхи. Так, я гей, я гей, мне 18 лет, возбуждают только взрослые мужчины, нормально ли это? Так, взрослые мужчины возбуждают геев, это действительно так. Вообще, очень многие геев, особенно геев пассива, они мечтают увезти из семьи гетеросексуального взрослого такого самца лет 45. Основательного мужика, у которого трое детей, бизнесмен, вот для геев пассива, ну, это просто 20-летнего какого-нибудь, это просто вот мечта, что папочка объявится в его жизни, все ему решит, во всем поможет, поддержит, бросит свою семью, создаст новую семью. Ну, вот каждый холит и лелеет, вот именно эту идею, но она никогда практически себя не оправдывает и никогда не переходит в реальность. Да, гетеросексуальный мужчина может почувствовать гомосексуальную потребность, может, в принципе, встретиться с пассивом, может даже его каким-то образом содержать какое-то время, но так, чтобы его признать, развестись с женой, узаконить с ним отношения, переехать жить в Калифорнию или в какой-либо другой либеральный штат, ну, это крайне редко, это вот скорее такое исключение из правил. Соответственно, если вы стойко чувствуете вот эту потребность возрастного такого самца, возрастного мужчину, то это, скорее всего, такие, опять же, да, переносные реакции, и я бы вам рекомендовала поработать с психологом или психоаналитиком. Вот и все. Потому что хочется найти папочку, который меня спасет, поддержит, который меня одобрит, поможет, всех побьет, накажет и защитит меня вот такого мальчика. Так, что делать с отцом-нарциссом, когда отец-нарцисс? Посмотрите, нужно признать и принять этот факт, что да, это его конструкция, это его особенность, это его внутренняя уже вот такая прошивка, его вообще корсет и скелет, так сказать, да, биологический. Соответственно, не нужно наделять его тем, чем он не является, не нужно иметь какие-то особые ожидания на этот счет. И играть по его правилам, подыгрывать ему, как вот дурачку малолетнему, понимаете, пятилетнему просто ребенку с какими-то расстройствами. Все. То есть этот нарциссичный отец может быть прекрасным, если вы найдете к нему подход. Ну, например, папа, я хотела с тобой посоветоваться, папа, мне нужна твоя рекомендация, папа, мне без тебя не справиться, папа, только ты знаешь, как тут поступить. Все. Ну вот маленькая хитрость ваша, допустим, женская, или кто мне, мальчик или девочка пишет, да, ваша некоторая хитрость, непонятно, очень даже облегчит всю эту ситуацию. Вообще с нарциссами только так и надо. А не пытаться как-то с ним соперничать, что я лучше, я умнее, я сама справлюсь и так далее. От этого его нарциссичная травма будет только усугубляться в отношениях с вами, и вам от этого будет только хуже. Если вы хотите иметь преимущество от общения с отцом, максимальные бонусы и прибыль, то будьте хитрее. Почему я отрицаю свое биологическое начало? Не могу кушать при чужих людях. Это, кстати, очень много у кого бывает, что человек не может есть в общественном транспорте что-то, приходить в кафе, в рестораны, где-то кушать в гостях. Ему кажется вот этот акт очень неловким, как если бы он прилюдно какал или писал, испражнялся. То есть он увязывает одно с другим, он не видит практически в этом разницы. Так вот, пропишите опять же, я вам даю домашнее задание, все нюансы происходящего. То есть как будто бы что в этом такого? У меня некрасивый язык, слюна, зубы, губы, я омерзительна. Биология отвратна, я отрицаю ее. Когда это было впервые, допустим, был какой-то сюжет, в момент которого произошла какая-то травма. Травма заикарилась и зафиксировалась. И сегодня идут какие-то последствия от тех неприятных каких-то травматичных событий. Что это было? То есть постарайтесь вот как маленькие пазлы собрать это по крупицам и воссоздать эту целую картину, этот емкий фильм, кино, да, всего происходящего, что предшествовало и как это имеет отражение в сегодняшнем дне. И мы с вами узнаем более подробно эту ситуацию. Ну и попробуйте немножечко по когнитивно-поведенческой психотерапии чуть-чуть закреплять это действиями. Ну, например, я съела орешки и у меня получилось, да. Я молодец. Запишите это у себя в дневниках, что я при этом испытала, какие пробежали мысли. Дальше я там разрешила себе сходить в Макдональдс, есть бургер с картошкой. И так по нарастающей. То есть старайтесь закреплять свою терапию все-таки конкретными действиями и делать на уровень больше и больше. Как травмируется ребенок, в семье которого была измена? Какое влияние идет на взрослую жизнь? Дело в том, что если особенно речь идет о систематической измене, где чаще всего папа изменял маме и реже наоборот, ребенок делает или так же, он идентифицируется с родителем. Например, девочка может идентифицироваться с мамой в этом жертвенном поведении, стоять у окна и ждать своего возлюбленного, страдая, мучаясь от этих садистических действий по отношению к ней. Соответственно, вы уже зашел. Зашел уже. Гаденыш. Вот гаденыш, а. Сам, причем он ведущий, прекрасно знает. Надо мне ему сказать, что я снимаю ролики, и он мне мешает. Даже не он, а его вот эти без конца какие-то. Кто это? Долбится там. Ну ладно, не будем отвлекаться, ребята. Так, идентифицируется, да, значит, девочка может идентифицироваться с мамой, точно так же жертвенно, как и ее мама, стоять возле окна, ждать своего мужа. Это для нее нормально, она в этом жила, она в этом росла. И это нечто, что, в общем-то, вот этот семейный сценарий идет по жизни вместе с ней, так сказать. Вот, у мальчика, или же она может поступить от обратного, то есть найти себе такого какого-то мальчика, например, там, анальника, такого преданного, который будет всегда с ней, и никогда такого в ее жизни не будет, например. И то же самое мальчик, он может отождествиться в данном случае с отцом, и быть таким же полигамом, так же издеваться над своей супругой, быть таким же садистом, как и его отец. А может пойти по обратному сценарию, я никогда не позволю, чтобы моя жена, моя семья страдала так же, как страдал я. Вот у меня есть хороший ролик про семейный сценарий, в котором я очень подробно рассказываю, как вообще происходит вот эта травма. Она или личность отождествляется с объектом, или же делает от обратного. Вот даже вспомните себя, вы очень много с чем отождествились, и есть те какие-то позиции, в которых вы действуете от обратного. Почему становится хорошо, когда соседки по комнате ссорятся между собой? Потому что, во-первых, когда они ссорятся, и та, и другая поворачиваются к вам лицом, а так, пока они дружны между собой, вы можете оказаться третьей лишней в этом треугольнике. Да, соответственно, вы остаетесь более в привилегированном положении, то есть как та, так и другая смотрят на вас, ищут в вас поддержку, ищут в вас понимание, что вы сейчас примкнете или к одному берегу, или к другому берегу. Да, вот и все. Вы сделаете выбор, и вы вот такая королева думаете. Кому пойти? К, значит, к Светочке или к Мариночке. Все, выбирайте эту ситуацию. Это первый момент, самый такой основной. Ну и второй, это же вообще такой, как реалити-шоу. Правильно, посмотреть, как там бьются, кусаются, дерутся и так далее. Почему так сильно привлекают смазливые скейтеры и наркоманы? Что те, что другие скейтеры-наркоманы, они, в принципе, такие адреналинщики, инфантильные люди, которые умеют жить здесь и теперь. А это очень завораживает, будоражит, потому что мы все, особенно девочки, очень правильные, они стратегичные. Ну, даже не то, что стратегичные, но все-таки продумывают. Ага, вот это хорошо, вот это плохо, что будет завтра, что обо мне подумают, да. Вот и все. Вот есть такая некоторая линия перспективная, так сказать. Так вот, что касается экстремальных видов спорта или каких-то наркоманов, вообще адреналинщиков, зависимых от адреналина. Так вот, это люди, которые умеют жить здесь и теперь, но они не накапливают, как мы знаем, опыт очень часто, среди них социопатиков много, да, также. Соответственно, как правило, финансово они себя, ну, часто ничего не представляют, они очень быстро сгорают, все эти вот эти яркие там мотоциклисты, допустим, да, которые там гоняют со скоростью там 500 км в час, разбиваются и так далее. Вот. Или парашютисты какие-то, вот эти все адреналинщики яркие, в большинстве своем, вот, они такие зависимые, конечно. И что я еще у них вижу очень часто, особенно у адреналинщиков, я вижу сниженную вообще, сниженное очень часто половое влечение, у них нет интереса к женщинам. Они бывают такие или бисексуальные, но опять же, это даже не бисексуальность, это вот именно отсутствие вообще какого-то влечения. Но у них почему-то вот настолько сместилось в сторону их прыжков каких-то, в сторону адреналина, что их захватывает эта идея, им вообще не нужны никакие половые отношения. Ну, они могут как-то помастурбировать наедине с собой, там что-то нафантазировать. Внешне очень часто есть такая, да, у девочек примешана мускулинность, а у мальчиков примешана наоборот женственность. То есть поэтому очень часто у них бывают, в мужиках нет этой мужественности. Там какие-то длинные волоски, особенно вот у скейтеров, особенно у серферов, скейтеров, виндсерфинг. Вот эти вот мальчики, они все с такими, они и трусики так вот приспускают шортики, чтобы попоньку было видно у них, да, и вот эти волоски подкрашивают. Что вот они якобы у него выгорели, как у серфера. И вот бусики какие-то, и вот с клыком носит. То есть он немножечко в девочку такую заходит. И по факту его особенно вообще сексуально никто не интересует. Вы просто это учитываете. И семью с ними трудно строить, потому что даже если адреналинщику 40 лет, даже если ему 50, эта зрелость не приходит к нему никогда. Он всегда остается подростком, который ждет ветра, ждет какой-то особой погоды, чтобы он мог там пуститься в свои какие-то яркие хобби. И как уговорить мужчину на ребенка? Последний вопрос. У нас с вами, да, таймер. Как уговорить мужчину родить ребенка вместе с тем? Здесь вот какая ситуация. Надо, конечно же, отталкиваться от мужчины. Потому что если речь идет о малолетнем каком-то дурачке, у которого никогда не было детей, то это в принципе несложно. Потому что они не понимают, с чем они имеют дело, какие у этого есть последствия. Более того, они смотрели какие-то фильмы, комедии, в которых все было очень весело. И в принципе это легко. Ты знаешь, там, пупсик, я вот что-то у меня задержка, не знаю, надо подумать, у него же живот растет, давай и так далее. Но опять же, вы рискуете тем, что непонятно, во что оно выльется. Если мальчик серьезный, и вы видите, что он серьезный, то вероятнее всего он, в общем-то, будет удерживать эту ответственность, что у него есть семья, ребенок и вы, нужно о вас заботиться и так далее. Тоже нужно учитывать, какая ответственность есть у мужчин. Потому что всецело полагаться на его точку зрения, он может говорить, мне это не надо, мне это не надо, ему-то это не надо. И вот он до 40 лет, мне это не надо, ему не надо, потому что он может это сделать и в 50, и в 60, и в 70, и в 90. А вам-то надо. Вот и все. Поэтому не стоит всегда идти у мужчин на поводу. Имейте в виду, что в какие-то моменты можно и нужно включать женскую хитрость, что ой-ой-ой, вот так вот и получилось. Но, опять же, он четко должен понимать, то есть это должно быть прежде всего с вашей стороны хорошая промывка мозгов, что это никоим образом не ухудшит его жизнь. Потому что есть деньги, есть няня, есть мамы, есть помощники. Что это не значит, что сейчас после рождения ребенка он окажется в какой-то вообще западне, в тюрьме, он не сможет с вами никуда ни в кино сходить, ни в театр, ни поехать никуда, ни где-то не выпить, ни покурить. То есть он воспринимает это как обузу, а он не должен это так воспринимать. Понимаете, да? Соответственно, дети нужны прежде всего нам, женщинам. В большинстве случаев мужчинам эти дети не нужны. Это лишь чаще всего способ самоутвердиться, посмотреть. Ага, нарожал, вон их сколько. Тут от одной бабы, от другой. Вот они везде расплодился, я везде семи свои кинул. Какой я молодец, альфа-самец. Но по факту ему до этих детей дела нет никакого. Все. Это все-таки больше такая женская прерогатива, так сказать. С этим совсем возиться и нянчиться, и любить. Но я замечаю, есть мужички, и особенно у которых такой вот небольшой процент немножко феминной энергии. Допустим, это бывают часто повара, повары или повара. Повара, по-моему, она говорит. То есть у поваров есть такая особенность, женская такая энергия. Они часто хорошие папашки бывают. То есть вот есть люди, которые мужички, которые вовлекаются в это и действительно очень любят своих детей, не могут с ними расстаться и так далее. Но таких меньшинствах все-таки намного меньше, понимаете, да, чем женщины. Вот и все. Это все-таки наша женская возиться с детьми. Мальчиков это мало будоражит. Поэтому, соответственно, не нужно уж так много наделять на него этой какой-то ответственности за это решение. Понимаете, да? Все, я вас целую и обнимаю. В четверг мы, наверное, разбираем с вами фильм. Да, если я в понедельник вас попросила разобрать что-то, а может и не разбираем, не знаю, посмотрим. Короче говоря, вот так. Все, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить новые видео. Заходите на мой сайт veronikastepanova.com. Там много всего очень полезного. Подписывайтесь на мой Telegram. Там я пишу каждый день интересные статьи. И все ссылочки есть внизу в описании под видео.